В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира Сегодня в новостях, что было, что есть и что будет интересного Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гулянья Начнем с того, что можно посмотреть да изведать В Москве посетителям выставки «Не узнаю вас в гриме» Главная роль Михаила Булгакова предстоит познакомиться с не до конца изученной стороной биографии писателя Его актерской деятельностью Экспозиция строится вокруг редкого снимка На котором запечатлен Михаил Булгаков и актеры, занятые в сцене суда и спиквикского клуба С помощью этой фотографии зритель переносится 4 января 1935 года И знакомится с творчеством писателя на театральных подмостках Архивные документы, эскизы костюмов, дневник, репетиции, реквизит и другие материалы Рассказывают об одном дне из жизни Булгакова Создание им образа персонажа, участие в подготовке спектакля Выставка работает до 11 июня Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 12.00 до 19.00 Четверг, с 14.00 до 21.00 Музей Михаила Булгакова, нехорошая квартира Улица Большая Садовая, дом 10, квартира 50 Ближайшее метро, Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская Красноярске в рамках выставки, проходящей в дни Астафьевских чтений Посетителям будут доступны подписанные Виктором Астафьевым статьи и книги А также его портреты и фотографии Исследования его жизни и литературоведческие труды Виктор Астафьев, прославившийся своими книгами и статьями Оставил после себя богатое наследие Которое будет представлено на экспозиции в рамках проходящих чтений Государственной универсальной научной библиотеки Все, кому интересна жизнь великого писателя Увидят его переписки, а также автографы и дарственные надписи Хранящиеся в библиотеке Найдется место на выставке и для фотографий Астафьева И для биографических материалов И для трудов литературоведов Кроме того, Красноярским краевым краеведческим музеем Будут представлены портреты творца О школе аксилографии Паштова Гравюры, созданные по мотивам различных произведений автора Выставка работает до 15 мая В будние дни с 9.00 до 20.00 Суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00 Адрес Государственной универсальной научной библиотеки Улица Карла Маркса, дом 114 Продолжим артефактами земель славянских Киев из Славянска привезли на реставрацию уникальный скифский меч Датируемый 5 веком до нашей эры Древнее оружие длиннее стандартного собрата на 20 сантиметров И весит около килограмма По словам ученых, меч-гигант принадлежал настоящему богатырю И был выкован по спецзаказу В Славянском краеведческом музее рассказали Что меч принес им местный житель в январе этого года Как пояснил старший научный сотрудник музея Анатолий Шамрай Сохранность меча очень хорошая Он был найден на лугу По нашим предположениям на территории, граничащей с Лиманским районом Это левый берег реки Северский Донец Сейчас уникальное оружие находится в Национальном научно-исследовательском центре Его реставрация займет минимум полгода Скифолог Юрий Болтрик отметил, что особенности деталей найденного меча покажет рентген Но уже сейчас понятно, что на нем присутствуют три разные по качеству типа железа Меч имеет интересную двутавровую рукоятку Иногда для удобства во время боя древние воины насаждали на нее еще рукоятки В виде бронзового черенка На мече видны очертания изображения не то грифона, не то хищника и семейства кошачьих Впечатляют и размеры меча Его длина около 78 сантиметров В то время как стандартные скифские мечи были в длину около 60 сантиметров Севастопольские поисковики нашли пулеметный ДОТ и обломки штурмовика Ил-2 В местах находок на склонах Сапун-горы установлены памятные доски По словам председателя Совета регионального отделения поискового движения России Александра Неменко Первая табличка обозначила пулеметный ДОТ в 70 метрах восточнее современной автотрассы Севастополь-Ялта В начале спуска с Сапун-горы ДОТ являлся частью огневого рубежа в линии окопов, построенных в конце 1941 года Он был рассчитан на три пулемета и 10 бойцов В результате ожесточенных боев в конце июня 1942 года Эта линия окопов была сильно повреждена артиллерией и авиацией противника Позиции были засыпаны землей и замыты дождями По какой-то причине немцы в 1942 году эти ячейки и ДОТы не использовали А открыли новые, чуть ниже и чуть выше В прошлом году поисковики подняли здесь останки двух советских бойцов По брезентовому ремню и стальной бляхе с якорем одного из них опознали, как морского пехотинца Личных вещей и именных жетонов при останках не обнаружено Основная линия окопов еще ждет основательных исследований Вторая табличка установлена в 200 метрах к юго-западу от диорамы в Сосновой роще Здесь в 1944 году упал советский штурмовик Ил-2, наносивший удары по позициям немцев при штурме Сапун-горы Среди обломков самолета обнаружены останки двух летчиков Поисковые работы продолжаются По прочитанному номеру двигателя определен номер самолета Выпущен он был в Воронеже 23 ноября 1943 года Известна часть, в которой он стоял на вооружении Последний вылет датируется 7 мая 1944 года В полку в тот день потеряли двух пилотов и одного стрелка Самолеты списаны 10 мая Поисковики ищут приказ по полку о потерях личного состава в Центральном архиве Министерства обороны Пока уверенно назвать имена пилота и стрелка нельзя При падении самолет распался на части Крылья и фюзеляж валялись вокруг воронки А двигатель и кабина с бронеплитой ушли глубоко в землю Этим и объясняется столь поздняя находка самолета 73 года спустя после его гибели Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях В Москве Музей индустриальной культуры и мастерская «Фолк» Раскрывает свои двери для всех желающих 20 мая в рамках 11 акции «Ночь музея» В течение суток вы можете совершить настоящее путешествие во времени Вы познакомитесь с традиционными инструментами Посетите настоящую кузню Получите возможность не только смотреть, но попробовать Все своими руками под руководством мастеров Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте В этом году наша страна празднует 72-ю годовщину победы В Великой Отечественной войне Торжества в честь Дня Победы начинаются с первых майских дней А 9 мая в парках и на площадях, скверах и концертных залах страны Проходят самые главные мероприятия Традиционно в День Победы в Петербурге проводится множество праздничных мероприятий Самым главным является военный парад, который проводится во всех крупных городах страны В Санкт-Петербурге он проходит на Дворцовой площади В этом году в параде впервые примет участие оперативно-тактическая и армейская авиация Над Дворцовой площадью пролетят вертолеты, истребители и транспортные самолеты Всего 40 единиц авиационной техники Главный концерт, посвященный Дню Победы, проходит на Дворцовой площади вечером В людных местах всем прохожим раздаются георгиевские ленточки Которые еще много дней развиваются на одеждах и автомобилях Напоминая о памятной дате В частности, бесплатно получить георгиевскую ленточку можно в любом почтовом отделении В этом году четвертый раз пройдет акция «Бессмертный полк» Во время которой в колонне ветеранов пройдут люди среднего поколения и молодежь с портретами своих родных и близких Погибших в войну или не доживших до 72-й годовщины Победы В День Победы в Санкт-Петербурге будут развернуты полевые кухни Где всех гостей угостят настоящей армейской кашей, сваренной поварами, солдатами В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю 10 мая, среда, оптика и телескоп 5300 лет назад Автор-сказитель Виктор Максименков 11 мая, четверг, открытие своей истинной сути Авторы-сказители Сергей Сарафанов и Иван Воронцов Начало эфира в 20 часов, время московское Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио Транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы Полезные всему славянскому миру В субботу, 13 мая вы услышите программу из цикла «Пространство женщины. Осознанные роды и беременность» Тема беседы «Доула. Быть или не быть» Ведущая Елена Андреева Собеседница Нина Гаврилова Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире Присылайте свои пожелания и добрые поздравления Делитесь радостью и хорошим настроением Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» Выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира Присылайте свои сообщения в редакцию радио Вместе сделаем мир лучше Быть добру! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все нужно, все важно